В рамках CS 2017, а также на европейских презентациях на неделю позже, Nvidia показала обновлённое ТВ-устройство Shield. Это по-прежнему Android-TV-устройство для геймеров, но главная новость заключается в том, что отныне она будет официально продаваться в России. Но нет, это, конечно, не все новости про неё. Основное отличие новинки от предыдущего поколения заключается в размерах. Обновление стало на 40% меньше и на 60% легче — 650 грамм против 250. И, действительно, эта штуковина крайне маленькая, если понимать, какая мощь скрыта внутри. Но не будем забывать про то, что и на этот раз Shield был показан в двух модификациях. Меньше стало лишь младшая версия, оснащённая только 16 гигабайтами встроенной памяти, из которых свободно 11. А вот Shield Pro остался в старом корпусе, большим, но только лишь по причине того, что получил HDD-накопитель на 500 гигабайт памяти. И сразу стоит отметить, что маленькая версия всё же привлекательнее, и к этому мы ещё вернёмся. Железо в обоих моделях одинаковое, 3 гигабайта оперативной памяти и всё тот же. Уже старенький восьмиядерный процессор Tegra X1. Но это только на первый взгляд он старенький. Ну и, естественно, обе модификации работают на базе Android TV 7.0. Это привычный зелёный робот. Если у вас есть Nexus Player или телевизор с Android TV, то вот это тоже самое. Плюс сервис NVIDIA. И здесь мы подходим к двум главным фишкам новинки. Во-первых, это первое устройство на рынке после Google Pixel и Home, которое получит официальную поддержку Google Assistant. Да, он встроен в систему и как Shield, так и Shield Pro способны выполнять ровно всё то же самое, что умеет Google Home, в том числе управлять умным домом. Окей, Google, start my day. И включается умная лампочка. Прибавляется температура через умный термостат Nest, и даже чайник включается, ё-моё. Окей, Google, I am leaving. Ну и, соответственно, одной фразой всё это можно выключить. Ну и понятно, что сейчас ассистент работает только с английским языком, и для России сервис официально не заявлен, хотя на английском пользоваться вам никто не запретит. И стоит учитывать, что на данный момент при покупке ассистента вы не увидите совсем, так как пока ещё он в альфа-версии и появится чуть позже с обновлениями. И ещё одно, что делать, если телевизор выключен? Как пользоваться ассистентом? Два варианта есть. Либо с помощью подключенных колонок по Bluetooth, либо с помощью аудио, подключенного по USB. А где миниджек, вы законно спросите? Его, к сожалению, нет. На устройстве расположились два USB порта версии 3.0, Ethernet разъём, гнездо для зарядки, очень напоминающий Type-7 и HDMI порт. Есть Bluetooth версии 4.2 и Wi-Fi AC. А также в большой версии есть инфракрасный порт. Соответственно, здесь-то и хочется сказать в пользу маленького Shield. Воткнули флешку в USB на 32 гигабайт хотя бы, и проблем с памятью больше нет. Все системные приложения можно хранить на ней, и всё это легко настраивается. Ну и спрашивается, зачем тогда большой Shield? Только если в фильмы хранить? Ну тогда да. Идём дальше. Вторая фишка устройства – это шаг в сторону умного дома. По образу и подобию Amazon, Nvidia решили, что неплохо бы использовать помощника по всему дому, поэтому придумали такую вещь, как Shield Spot. Это по внешнему виду маленькая ловушка для мух, вроде Raptor. Но на деле это розетка, плюс мощный микрофон, плюс маломощный динамик. В общем, можно из любой комнаты в доме или в квартире управлять Shield-дом, используя Google Assistant. Разработка проводилась совместно с дочерней компанией Samsung SmartThings. Соответственно, в продажу выйдет тогда, когда запустят ассистента, но у нас официально ждать вряд ли стоит. Продолжая тему игр, входящий в комплект беспроводной контроллер прошёл капитальный ремонт, текстура теперь приближена к дизайну приставки, функциональная часть не затронута, по-прежнему есть возможность регулировки громкости с помощью сенсорной панели в центре, а по нажатию зелёной кнопки запускается голосовой поиск. Единственные убрали тач-панель, но для желающих с новой приставкой работает и старый контроллер. Производитель обещает до 60 часов автономной работы, но и вправду джойстик трудно посадить за неделю, даже если играешь не часто. Заряжается он с помощью microUSB. Вроде как компания придумала себе, что игровым контроллером управлять приставкой неудобно будет, хотя это не так. Поэтому в комплекте есть простенький пульт управления, похожий на тот, что мы видели в Nexus Player. Только здесь тоже есть ещё и сенсорная панель для управления громкостью, и этого очень не хватало на пульте от Nexus Player. Ещё одно отличие приставки Shield от ближайших конкурентов — это поддержка 4K HDR Video. И учитывая, что мы тестировали приставку на телевизоре LG Signature 65 дюймов серии G6, где как раз есть и 4K, и технология HDR. В общем, это очень крутая тема в целом. И здесь она как никогда лучше себя показывает. Фильмы в HDR выглядят реально круче. Но всё же это не столько медиаплеер, сколько игровая приставка. Вариантов тут сразу три. Android-игры, стриминг игр с ПК, тоже в 4K и с частотой до 60 FPS. Это фирменный сервис NVIDIA GameStream. И он, блин, работает просто сумасшедше круто. По большому счёту можно запускать вообще какие угодно игры, но всё же некоторые могут не работать с геймпадом. В нашем тесте игра Titanfall 2 выдавала реальные 4K и 60 кадров. Это нечто. Причём, ладно картинка, контроллер также реагирует мгновенно. И вот тут закрадывается мысль в голову. Такая маленькая штука у тебя около телевизора лежит. Зачем PlayStation или Xbox теперь нужны? Ну потом думаешь, ах да, для эксклюзивов. Ну ладно. Ну и конечно самое простое, что может быть для пользователя, это ещё один сервис GeForce Now, который встроен в приставку. Вот тут нужно внимательно. Есть библиотека с играми GeForce Now. Тут их немного, около 30 штук. И каждую из них нужно отдельно покупать. Это в основном какие-то более-менее новые игры. И второе, есть подписка на GeForce Now. Стоит она 600 рублей в месяц. И там уже находится куча ПК-игр, но уже не таких новых. И третье, скоро в Now появятся все игры из магазина Ubisoft Uplay. Причём с ним будет полная синхронизация к тому же. Соответственно, если вы уже купили игру в Uplay, в GeForce Now она будет отображаться как купленная. Логично. Во что удалось поиграть? Ну, конечно, первым делом пошёл Ryzen 3. Работает идеально на Full HD. Прямо из облака залипаешь. Hitman почему-то притормаживает. Но есть подозрение, что сервера с ним где-то далеко. MotoGP 15, Dishonored 2, Batman и все. Всё это работает хорошо. На самом деле всё зависит ещё и от вашего провайдера. Вот, допустим, у Ростелеком отличная связка с китайскими серверами. У кого-то с Америкой. Тут так просто не угадаешь. Первое время сервера со всеми играми будут находиться в Европе. Но представители Nvidia сообщили нам, что в будущем постараются сделать всё возможное для создания площадки и в России. Видимо, если приставка станет популярной у нас. Ну и немного про Android-игры. Для Shield, как обычно, есть эксклюзивы. Про все части Half-Life 2 и Doom 3 мы знаем. Есть ещё Resident Evil 5. Очень прикольная игра Goner. Просто отличнейшая головоломка Talos. И, наконец-то, верхушка всего Metal Gear Solid Revengeance. Именно тот 2013 года. Очень зачётная вещь. Она работает в нативе, на Android, на этой маленькой приставке. И после этого уже не возникает претензий. А почему тут процессор X1? Если он такой тянет? Видимо, со следующим IRM-чипом Nvidia будет подходить уже к PC-графике. Ну, посмотрим. Хотя, с другой стороны, если стриминг игр из облок станет популярным, то консоли примут подобный такой приставке вид. И скажу вам, это совсем неплохо. Стоимость Shield TV в России по предзаказу 18 000 рублей. Обычная версия 26 Shield Pro. Если хотите расположить приставку вертикально, придётся докупить подставку за 2500 рублей. Хотя и без неё она стоит прекрасно. Стоимость Shield Spot пока не раскрывается. Ну и понятное дело, что контроллер и пульт идут уже в комплекте. Смысла брать Pro-версию особого нет. По сути, тот же накопитель можно подключить по USB. Да, в маленькой версии 11 гигабайт – это мало. Но флешку туда на 32 или 64 и всё в шоколаде. Зато компактно. Вообще, есть ощущение, что остались корпуса от старой версии. Вот вам и Pro обновили, так скажем. Что в итоге? Nvidia Shield нельзя сравнивать с другими TV-приставками. Хотя, нет. Можно. Основной фокус на игры, но это история как про сериалы и фильмы, так и про игры. А в целом, очень быстрое Android TV-устройство, претендующее на звание как лучшей игровой приставки, так и лучшей телеприставки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова